С 1 января этого года контроль за деятельностью детективов и их лицензирование теперь осуществляют сотрудники Росгвардии. Сейчас в Рязанском регионе 7 частных детективов. Некоторые из них объединяются в агентства. Детективом может стать гражданин Российской Федерации, достигший 21-летнего возраста, имеющий высшее юридическое образование, либо стаж работы в оперативных подразделениях, не стоящий на учете по некоторым показателям, медицинскому учете я имею в виду. Законодательством жестко определены требования к частным детективам. Основным из них, как ни странно, является недопущение вмешательства в личную жизнь тех граждан, в отношении которых они проводят свои изыскания. Сейчас на территории Российской Федерации у нас продаются много различных технических средств, наблюдений, подслушиваний. Это для частного детектива запрещено использовать, потому что все свои действия он должен производить только с согласия того лица, который он снимает или записывает. Вот здесь есть тонкая грань, которую он не должен переступить. Поиск должников, помощь в выводе ребенка из плохой компании, раздел имущества. Детектив по всем этим делам собирает информацию, изучает ситуации, устанавливает обстоятельства. Но никто не говорит, что он не может применять фото и видеосъемку. Узнать, как это делается, можно у самих детективов. Для каждого отдельно взятого случая они разрабатывают особенную тактику в зависимости от целей обращения клиентов. Кто-то хочет вернуть мужа, а кто-то наоборот развестись. Или не остаться с носом при разделе имущества с состоятельным супругом. Муж собирается развестись. Почему, неизвестно. Жена из-за этого начинает нервничать и волноваться. И когда уже дело подходит к разводу, зачастую оказывается, что муж уже и не богат. Он куда-то делал свое имущество, переписывал, передарил. Ну и, соответственно, жена обращается к нам, чтобы мы уточнили, узнали, куда делалось все имущество, все активы этого супруга. Бывало ли так, что вы находили это имущество, действительно, что муж его перед разводом припрятал просто? Да, бывало. Ну, как передаривал. То есть, потом уже адвокат признавал эти сделки недействительные, договор одарения. В этом случае супруг раздарил совместно нажитое имущество. Вмешательство детектива кардинально изменило исход бракоразводного процесса. Ведь адвокат через суд смог наложить арест на это имущество. Все сотрудники нашего детективного агентства имеют огромный профессиональный опыт именно оперативной работы. Они все являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов и имеют стаж более 10 лет именно подобной работы. И, соответственно, когда им пришел момент закончить их службу, то выбор, собственно, не вели. Кто-то идет в охрану, кто-то идет в коммерцию. А люди, которые действительно любили эту работу, работу в поле, работу на помощь людям, они решили продолжить то, что они умеют делать и делают это хорошо. И организовали уже частное именно агентство, которое занимается помощью людям. В Москве и в Санкт-Петербурге уже никого не удивишь детективами. А в Рязани горожане пока только привыкают к данной услуге. С каждым днем обращаюсь все больше к детективам, которых раньше наблюдали в основном только на экранах телевизоров. В кино и по телевидению показана такая романтическая часть работы детективов. Какие-то интересные моменты, погони, какие-то интересные совпадения. Конечно, в работе реальных детективов это тоже все присутствует, но это лишь небольшая часть. Большая часть работы детектива, она тоже кропотливая, рутинная работа, поиск информации по различным базам. Иногда, чтобы найти нужного человека, нужно опросить сотни других людей, прежде чем выйти на нужного человека. Иногда работа оказывается просто бессмысленной. Но, конечно, присутствуют и какие-то интересные моменты, и какие-то погони. Как говорят детективы, в реальной жизни найти человека по какой-то единой базе за пару секунд невозможно. Это требует большого самоотверженного труда. Иногда, чтобы проследить за человеком, им необходимо отправиться за ним неожиданно для самих себя в другую страну. И, как говорят сами детективы, очень часто дела, которыми они занимаются, являются весьма увлекательными и интересными. Чем же эти люди отличаются от обычных полицейских? Их главное преимущество в том, что они могут сохранить все полученные данные в тайне. К ним обращаются часто те, кто не хочет огласки своих проблем и пытается найти оптимальное для них решение. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город».